Татуировка Ранний экспонат этого раздела «Атлас» к экспедиции северо-восточной Биллингса-Сарычева, которая проходила с 1785 по 1793 годы. Эта экспедиция была организована как ответ на третье плавание английского мореплавателя Кука, который заплыл в северные регионы Тихого океана, на которые традиционно интересы были и у России, в связи с тем, что, как вы знаете, в Северной Америке находилась тоже Россия, Российская территория. Эта экспедиция продлилась, как я уже сказала, очень долго, 80 с лишним лет. Ей удалось собрать огромное количество артефактов, связанных с культурой и традициями северных народов. Ну и в том числе одним из участников экспедиции был художник Лука Воронин, выпускник Академии художества Санкт-Петербургской. И он по ходу экспедиции зарисовывал туземцев, которые попадались российским мореплавателям на пути. По этим рисункам затем были сделаны гравюры, изданные в атласе. На этой гравюре вы видите женщину чукотской земли. Так она, во всяком случае, подписана. В XVIII веке еще не было четкого разграничения между различными и народами севера. Всех их условно называли чукчами. Были чукчи оленные и чукчи оседлые. Оседлые чукчи – это те чукчи, которые жили рыболовным промыслом, а оленные – это, соответственно, кочевые чукчи. На сегодняшний день оседлых или морских чукчей мы называем уже эскимосами. И по татуировкам, изображенным на этой женщине, мы можем точно сказать, что она как раз-таки не чукчанка, а эскимоска. Подобные татуировки, которые украшают ее лицо, подбородок, щеки и руку, можно до сегодняшнего дня встретить на острове Святого Лаврентия, который расположен между нашей Чукоткой и североамериканской Аляской. Татуировки острова Святого Лаврентия – одни из самых сложных и орнаментальных во всем северном регионе. Они покрывают большие участки тела. И вот татуировки, расположенные у женщин на щеках, они должны были приносить женщине плодородие и способствовать продолжению ее рода. Но другой интересный экспонат, представленный на нашей выставке, – это фотография чукчанской пожилой бабушки, которая жива до сегодняшнего дня. И на ней вы тоже можете видеть традиционные лицевые татуировки. Эта фотография была сделана санкт-петербургским татуировщиком Дмитрием Бабахиным, который, помимо того, что он практикующий мастер, еще и занимается исследованием истории татуировки. Он организовал экспедицию на Чукотку, в рамках которой сфотографировал последних носительниц женской лицевой татуировки. Одной из них является наша героиня. Это все пожилые бабушки, им уже за 90 лет, всего их осталось только 4. Сами они уже не очень помнят, зачем им нанесли татуировку, потому что татуировка наносилась в детском возрасте, около 7 лет. Они только помнят, что родители велели им это сделать, и пришлось. Татуировка у них, тут подключаются антропологи, которые объясняют нам подлинный смысл их татуировок. Татуировка обозначала довольно высокое социальное положение и принадлежность к определенному роду. Интересны также инструменты, которые представлены у нас в витрине. Один из них происходит из Аляски, а другой из Канады. Это иглы. Ну и, в общем, традиционно всем известно, что татуировки наносятся укалыванием иглой. Однако у северных народов до того, как им стал, в общем, доступен металл, и они смогли изготавливать такие иглы, использовалась другая техника нанесения татуировки. Северные народы вымачивали животные жилы в граффити, в саже и в урине. И затем прошивали этими нитями татуировку под кожей. Нить протягивалась, и таким образом под кожей оставался пигмент, и получались вот эти вот линейные узоры. Спасибо. 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 Спасибо.